всем привет вы видите и слушайте алексея халецкого и это начало новой рубрики на канале под названием лёша банит она правда не частой будет потому что не так часто наверно будут набегать боты или вообще идиоты так сказать но иногда стоит поделать все равно мне приходится эти комментарии чистить почему бы это не сделать вместе с вами идея в том что я буду объяснять почему что не так в этом комментарии почему там человек не прав то что сейчас будет опять про украину россию и прочее 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 что вот собственно на этом канале и происходит мне кажется это интересно и кто-то возможно кто вот согласен с теми комментариями с теми комментаторами которых я буду банить я думаю им будет полезно ну и вам остальным зрителям тоже может быть меня в каких-то местах поправить смотрите я тут выпустил видео будущее канала лёша играет где опять проговорил свою позицию о том что россия напала на украину что русские убивают украинцев даже сказал что практически геноцид будет очень сейчас дальше посмотрим и будем с этим разбираться значит нажимаю на это мой вот канал лёша играет этот не тот на котором это видео вышло нажимаем на кнопочку на проверке и тут опять дофига дофига уже комментариев которые требуют проверки вот давайте потихонечку с ними и разбираться опять включу свою рожу так как вы так сделать нара чуть-чуть надо уменьшить мою физию да вот так вот так зато будет видно и ник просто выше не могу провалять и так слова 3 пишет уважаю чужое мнение на кое чем не могу согласиться вопросы к размышлению беларусь оккупированное государство как и например германия почему как германии я не планшу германия оккупированных условиях как вот значит спрашивается все какое-то сравнение странное да сразу же но я считаю что беларусь оккупированное государство как сам из беларуси в первую очередь она оккупирована силовиками белорусскими которые не дали убрать проигравшего выборы лукашенко в 2020 году так что она в начале она под двойной оккупации местных силовиков и лукашенко а теперь и войск российской федерации российская федерация напала на украину без каких-либо целей серьезно нет почему она произнесла эти цели динатификации демилитаризации на самом деле очевидно цель путина была в том чтобы присоединить украину к россии даже не в плане как вот территорию да а поставить там свою марионетку ему казалось что в украине действительно российскую армию будут встречать цветами и хлебом с солью это все бы быстро пройдет там поставить будет поставлена марионеточное правительство пророссийское которое будет постепенно объединять украину с россией то есть грубо говоря цель этой операции вернуть украину под юрисдикцию россии геноцид сейчас начался или 8 лет назад но это опять где вы были 8 лет когда бомбили донбасс я сейчас не буду про это отвечать позже наверняка будет еще дальше биолаборатории накачка украины оружием угроза создания ну то есть смотрите вот это придумано уже во время войны до накачка украина оружием почему эта претензия страна не должна защищаться что ли то есть в украине не должно быть оружие чтобы ее было проще забрать дальше угроза создания ядерного оружия но я уже много раз говорил что зря зеленский это вообще сказал потому что на самом деле зеленского вы не дали не только ядерное оружие создать не россия даже а я уверен что и страны запада бы не дали ему это создать продвижение военной инфраструктуры нато на восток тоже целей не имели значит биолаборатории вранье накачка украина оружием во многом вранье в том плане что ее накачивали чтобы напасть на россию он это имеет ввиду а как для защиты конечно украине давали оружие ну и продвижение военной структуры нато на восток тоже вранье мы сейчас практически через месяц видим что нато вообще изображает из себя как будто человека эпилепсия знаете я сплю там украина к нато обращается дайте помогите нато такое я в домике я сплю меня нету вообще что вы не звони и не звоните сюда больше на месте рф ты бы какое решение принял спецоперация отложенная спецоперация война твое другое решение на месте россии я бы принял решение развивать свою экономику встать вровень с ведущими мировыми державами не зависит ни от кого от кого в экономике и после этого уже диктовать свои условия ну слава 3 забанен потому что идиот извините это уже тут зачем мне еще его комментарии какие-то новые читать лёша шутит где вы были 8 лет пока бомбили толеда это в видео я играю за египет и и захватываю испанский город толеда лёша на полном серьезе я не буду молчать когда убивают людей ну то есть он иван мефодий пытается противопоставить типа 8 лет назад этой возвращаясь до 8 лет назад украинцы бомбили донбасс тогда я молчал а сейчас когда русские бомбят украинцев я типа тут что-то их защищать но во-первых сама по себе это логика людоедская да если кто-то кого-то убивал то через какой-то определенный момент можно убивать тоже значит знаете как в америке негров линчуют вот это вот все а во вторых я не молчала 8 лет назад говорил что весь конфликт на донбассе создала россия никакие мирные шахтеры не могли противостоять украинской армии в каком бы виде она тогда не была то есть российская диверсионные группы российские под предварительством гиркина зашли на в днр лнр там их несколько было там еще был может там еврейская такая фамилия чувака была были еще ребята конкретно русские гры ушники грушники как их правильно называть из гры у и создали весь этот конфликт а потом россия накачивала вот эти местные формирования оружием за счет чего и не получилось то есть вы серьезно считаете что украина бы даже не знаю даже не армия наверное бы милицейскими отрядами бы справилась если там были какие-то восставшие на той территории но ребята из россии всерьез продолжают утверждать что мирные шахтеры на донбассе восстали их украинская армия армия начала обстреливать артиллерией ни с чего просто так вот таким образом да россия там вообще не участвовала типа хотя мы уже имеем кучу свидетельств и доказательств что россия российские военные просто находились там на днр лнр и российские российский бук сбил нидерландский самолет не нидерландский он малазийский самолет просто больше всего именно жители нидерландов было конкретно есть даже имена фамилии людей которые управляли этим буком уже суд даже прошел но зачем зачем в этом разбил я оставлю этот комментарий ивана мифодия не буду банить надеюсь что-то берет вообще удивительно на самом деле конечно это промах людей которые говорят правду в том что у российского общества реально сложилось впечатление что украинцы бомбили донбасс просто вот я вижу что оказывается очень многие русские реально считают что украинцы хреначили по донбассу и по мирным жителям я не знаю так ну как ваша если тогда россия не участвовала как в итоге почему украинцы не смогли эту территорию усмирить тогда что произошло как же там тогда мирные шахтеры это выжили ладно как сказал один стендапер нет смысла закрывать глаза когда тебя ну видимо имеется ебут в жопу ситуация не изменится даже если россия называть фашистами убийцами их это не смутит они вне политики здесь ради игры но это наверное за слово жопа отправлено так это вообще не это вообще к играм относится не так донбасс уже восемь лет обстреливать что же ты молчал не говорил остановите войну а ну только что я на это ответил я не знаю почему этот комментарий такое ощущение что восемь лет и донбасс когда уже упоминается вместе просто youtube автоматически этот комментарий убирает ну это очевидно кремлебот то есть один в один эти сообщения про восемь лет мол донбасс где ты был так вот это подписчик канала 9 лет и за и против войны за в донецкой части война должна уйти подальше от дома всех жалко и жители мариуполя и т.д. большинство из них не заслужили такой жестия себя жальче всех дальнейшей меня мало интересует под кем будет украина как там жители будут законы об ебонизации выполнять не мои проблемы с какой-то набор до экономических причем даже со стороны запада навязывание экономической политики да что говорить майдан ведь был именно об этом навязывание невыгодной экономической политики путем цветной революции русская весна была об этом же я тут не испытываю пиетета перед рев они еще те свой политика их нервы какой-то извините просто набор какой-то поток поток мысли ну очевидно просто чувак сорян я или даже невозможно на это отвечать по хорошему сейчас пройти я включу свет чтобы было то внезапное солнце село о так меня будет получше видно так это опять про игры ничего странно вот это кстати тут какой-то комментарий был видимо просто удалился вот в данном случае не этот комментарий она на него ответ радовался по поводу крыма что делать ну слушайте 8 лет и донбасс то есть видите вот этот человек он типа за украину что делал за 8 лет по поводу донбасса когда туда зашла рашка ничего для украинцев есть братья поляки других у нас уже нет и не было то есть это человек украинец подписчик но youtube у спрятал его комментарии что мне кажется из за 8 лет и донбасс видимо так ярослав крившук лёша благодарю за позицию после патруля и под взрывы вокруг сижу и смотрю твоего видоса успокаивает но это видите про украинский почему разбираемся почему в черном списке 8 лет донецк слава украине живи беларусь но этот комментарий пропускаем крымчанин хотел сначала много чего написать про сдвигающиеся вокруг нашей родины про сдвигающиеся вокруг нашей родины силы только с одной целью уничтожить нас а потом подумал и понял одно вы все и так прекрасно понимаете так как играете в стратегии вы понимаете что должно было произойти но это классный пассаж хотел много чего написать то вы сами все понимаете я не понимаю может ты напишешь я не понимаю ничего расскажи другую версию но нет вы все прекрасно понимаете оказывается ну и сдвигающиеся вокруг нашей родины силы только с одной целью уничтожить нас кто-нибудь может мне сказать кто сдвигался вокруг россии чтобы ее уничтожить но это это вот этот пассаж путина во время его выступления что американцы просто хотят уничтожить русских потому что мы русские вот это вот все он он не позволяет с этим никак вообще даже спорить то есть вот это нас хотят все нагнуть потому что мы русские просто вот это такое такой бред и с этим спорить просто невозможно для чего ставили военные базы все ближе и ближе к нашим границам третьим имеется ввиду базы нато которые не ставили нигде даже эти прибалтийские страны которые в 2004 году вступили в нато у них там нету баз нато ну ладно в его где-то представили то есть и наверное крымчане считает что украинцам не надо было некие военные базы строить или что посему хочу сказать что для меня канал лёша играет умер а вам всем сказать идите нахуй собаки лают это про вас караван идет работайте братья что он хотел сказать то есть вокруг россии сдвигалось кольцо врагов и благодаря тому что россия пошла убивать украинцев ведь это кольцо врагов отступила видимо хотя по моему сейчас всем очевидно что в россии стало еще хуже ну нахуй так нахуй чё я могу сказать забанен так на мой взгляд ситуация не однозначно о господи я у я даже даже читать дальше не хочу как только вижу ситуация не однозначно мне просто это авто инок это очевидный бот вот-да просто очевидно боту когда вот вот я а живой человеке я не верю просто вот ты жив у живые люди сейчас могут писать не одна знач Pyбо я верю что живы и люди могут тип за россию чтобы ее там нет это я представляю но неоднозначно вот сейчас неоднозначно что неоднозначного в том что россия напала на украину в чем тут неоднозначность что именно не однозначно может то что не россия бомбит жилые дома а украинцы бомбят жилые дома но видимо вот тут дальше будет объяснено повсеместно встречая людей позиция которых у деда шиза хотя очевидно что один человек войну развязать не может как это вообще связано причем тут при позиции у деда шиза почему к развязыванию войну и вот это все почему 8 лет власть придержащие не признавали независимость хотя еще в 14 в луганске был проведен референдум на котором больше а это он типа это сейчас типа наваливает против путина типа путин надо было еще тогда все это признать очевидно что-то заставило руководство пойти на такую агрессию и это не шиза путь так шиза путина господи шиза в том что он вместо развития страны решил что все так поступают как он и силой присоединяя вернув в свое свою сферу влияния украину силой это будет нормальное решение вот это шиза то есть это настолько такой руководить руководенческий фейл просто опять можно вспомнить например югославию в которой нато провели военную операцию которая не была под подкреплена и не санкционирована он так и есть но прежде чем это проводить то есть опять я никогда не оправдываю что я просто вот это приходится это объяснять людям это выглядит как будто я оправдываю сша как будто я все военные операции которые проводятся где-то в чужих странах я не оправдываю в данном случае это происходит во-первых сша нато и другие страны европы постоянно обращались в совет оон по событиям в югославии и это вот эта операция была проведена потому что сербы чистили этнически в косово албанцев убивали албанцев это еще тянется из первой югославской войны когда 400 голландских миротворцев в сребренице не смогли противостоять сербам которые этнически зачистили мусульман несколько тысяч убили и тогда голландцы миротворцы голландской ничего не делать потому что им не позволял мандат оон и после этого политики это настолько повлияло на политика в 90-х что они решили что теперь надо наоборот силой всех оставить что тоже хреновая идея об этом надо повторять но хотя бы перед этой военной операции поставили там обращение в оон были постоянно совбезы прочее россия же напала на украину никак юридически свои действия не объясняя ничего не делать ни с кем не договариваясь не обращаясь него он никуда ничего просто я хочу украину я нападаю и объяснять это югославии то есть что украинцы проводили этнические чистки в днр лнр у россии все объясняли что они могли бы провести эти чистки что конечно не так они могли бы напасть на россию что конечно не так но это это приходит бот нам это пытается сказать вот происходящее на украине называет геноцидом но справедливости ради высу не останавливали обстрелы донецка там тоже гибнут мирные жители вы можете открытая статистика по гибели мирных жителей в донецком и луганске причем там учитываются не только вот на территории непризнанных днр но вообще в донецкой и луганской области тоже то есть со стороны украинцев посмотрите как она снижалась и по моему в прошлом году только три жителя погибло это эскалации снижалась но тут надо нападать ну в общем очевидно бот банем спасибо за мнение только для большинства здравомысля так сколько у нас подписчик он два года здравосящих людей нет особой разницы между тем контентом которые распространяют такие каналы как россия 24 и youtube и youtube канал на которых их владельцы свободно выражают свое мнение то есть вот чувак не отказывает в том что я это это мнение свободно выражаю очевидно мне было за мне были заплачены деньги чтобы явлен на канале 150 тысяч подписчиков господи видео которые там смотрит тысяч десять двадцать предположим чтобы я там пошел рассказывать какая-то аудитория что вот эта аудитория любителей пошаговых стратегий может но мне было заплачено и я не свобода ну в принципе оказывается вот такое мнение которое я несу что война на украине это херня полное нападение россии на украину и убийство русскими украинцев что это ужас мрак и должно быть остановлено это оказывается мнение только можно за деньги выражать вот по мнению человека то есть это не вот это два года подписчик да хотя бы потому что данные youtube каналы изначально не являлись политическими и те люди которые на эти каналы эти каналы посещали в течение длительного времени не рассчитывали услышать что это политическое мнение это пиздец просто я не знаю у меня так поражают вот эти люди я посещаю канал и не рассчитываю услышать политическое мнение я еще раз повторю политика это жизнь это знаете как сказать я у меня там что-то я против того что повысили мне квартплату во время стрима до игры какой-то и мне человек отвечает что ты что ты тут про политику я пришел в игры смотреть то есть меня просто затыкают рот я вообще даже о жизни не могу говорить оказывается человек хочет убежать убежать от реальности тотально и дико возмущается когда ему тыкают просто он сидит сидит перед экраном смотрит моё видео вокруг говно просто воняет говно вокруг говно еще люди срут наваливают говна я его через экран говорю слушай ты же среди говна сидишь и он не что ты мне про политику я сюда пришел чтобы игры смотреть они и изначально не являлись политически ну я уже молчу том что мнение дилетанта давным-давно на канале есть ладно хрен с ним исходя из вышеперечисленного можно поставить знак равно между телеканалами которые финансируются государством и некоторыми youtube канал исходя из чего исходя вы поняли вот вот он что-то тут написал что я вам прочитал и исходя из вышеперечисленного он сделал вот такой вывод так то есть с логикой дичайшие проблемы пальцем показывать не буду охват аудиторию таких youtube каналов не маленький ну кучу вот вот он на кого показывает пальцев что тут я покажу пальцев раз он не может показать а что касается той ситуации которая сейчас происходит в украине так вот договориться с украиной пытались не первый год и то что сейчас происходит могу случиться когда угодно я думаю украинца будет полезно узнать что на самом деле у них нету друзей и приходится рассчитывать только на себя самом деле это русские узнали что у них нету друзей теперь приходится рассчитывать только на себя договориться с украиной договориться с украиной это означает украина должна стать марионеткой россии вот это называется договориться с украиной почему украинцы это должны сделать, видимо потому что иначе на них пойдут войну и будут их уничтожать что сейчас и происходит значит украинцы сами виноваты не захотели дружить с Россией значит Россия будет вас убивать отлично, ну идиот идет в бан так, это не вот этот комментарий, а вот эти ответы на него так, ну тут походу из-за слова пиздец херни ну тут какое-то просто обсуждение у людей идет, поэтому я наверное этот комментарий оставлю тут лучше надо провести денатификацию Российской Федерации тоже мнение не знаю, кстати вот это слово почему так Роман Скворцов подписчик 7 лет 7 лет подписчик даже не знал антисоветчик всегда русофоб и этим все сказано был хороший канал но отписка то есть если ты против Советского Союза видимо Советского строя потому что я как раз не против Советского Союза а против Советского строя а я считаю что Советский Союз плохо что развалился но Советский строй это жопа полная Совок я против этого значит всегда русофоб это это охренеть антисоветчик равно русофоб вот просто вот такой ярлык этим все сказано хороший канал но отписка Роман Скворцов не могу сказать что хороший комментарий извини просто какой-то этот Леша играет нет ты деградировал политика на игровом канале это днище ниже уже не опуститься господи то есть даже то есть политика на игровом канале это даже хуже я не знаю чем проституция чем коррупция чем убийство просто ниже уже не опуститься вот я понимаю пойти украинцев да бомбить убивать пачками вот это норм а политика на игровом канале ну это же это просто блин еще и переверание фактов так геноцид на Украине не позорься несколько сотен убитых мирных при том что ВСУ прячется и стреляет из городов несомненно это нельзя называть геноцидом вот в общее таком вот конкретном плане что это не геноцид это не собрались карательные отряды и пошли вот у них цель просто убивать украинцев но идея этой войны убивая украинцев заставить их что-то сделать только потому что они украинцы потому что они пытаются свою нацию строить и не пляшут под дудку России когда это будет называться геноцидом это зависит от количества убитых украинцев ВСУ прячется и стреляет из городов ну понятно с верующими понимаете общаться с верующими вот об этом да российская армия старается сохранить мирных жителей ну уже за месяц просто уже столько примеров конкретно обстрела жилых домов что уже конкретно куда-то стреляют по мирной инфраструктуре прячутся я уже молчу о том что это как бы территория Украины то есть вот это ВСУ прячется и стреляет из городов как человек все это ну то есть ВСУ надо выйти на поле я уже с какими я украинцами разговаривал спрашивал вы не против того чтобы ВСУ около вас поставили артиллерийскую обстановку человек отвечает я не только не против я буду им еду еще из дома носить при этом Россия российская армия старается сохранить мирных жителей так если старается сохранить мирных жителей уйдите из Украины в то время как украинская прилагает все усилия чтобы мирных жителей погибло как можно больше отписывается говорит человек и не отписался кстати 8 лет подписчик не отписался почему-то как как вот с верующими общаться вот он верует в это что российская армия старается сохранить мирных жителей в то время как украинская наоборот прилагает все усилия чтобы мирных жителей погибло как можно больше если она так прилагает столько усилий там по моему уже больше 10 миллионов эвакуировано что-то больше в районе 4 миллионов выехало за границу больше 6 миллионов внутри Украины переместилось в другие города что же за эвакуация такая тогда зачем происходит если украинская армия прилагает все усилия чтобы мирных жителей погибло как можно больше человек вот полностью это как какое-то тотальное нежелание верить в происходящее ну просто по той простой причине что он тогда ебнется просто если на самом деле поймет что Россия убивает мирных жителей забанен не знаю Леша Цива не первый приоритет в моих интересах особенно сейчас с учетом что надо поставить в Украину но большое спасибо за позицию копеечка полетела почему почему этот комментарий спрятан ютубом где тут вообще хоть какое-то слово которое Украина может удивительно значит в том-то и дело приходим сюда посмотреть Циву и отдохнуть а вместо этого автор начинает лить в уши политоту блин политота я говорю русские не убивайте украинцев русские уйдите с Украины не убивайте украинцев господи политота господи что ты говоришь я говорю не убивайте людей господи хватит мне это говорить пускай там в Украине хай убивают Циву нам давай игры давай я хочу смотреть игры я говорю людей убивают алло десятками тысяч причем и украинцев и русских убивают людей нет игры нам показывай игры 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 людей говорю вон там посмотрите вон там людей убивают трындец это ужас зачем еще этот доморощенный политический аналитик где в каком месте я аналитик то есть просто приходят люди и говорят заткнись вот я это так вижу приходят и говорят заткнись заткнись ничего не говори смотрите на ютюбе вот тут вы сейчас смотрите это видео вот ниже где-то вот там ниже есть кнопочка пауза кнопочка отписаться не смотреть вы понимаете вы можете не смотреть представляете вы можете контролировать тот контент который вы потребляете вы не обязаны Это смотреть Не обязаны А я хочу об этом говорить Я хочу выговориться Я хочу Почему вы приходите и запрещаете мне Что-то делать А, ну это российская черта такая Это прийти в другую страну, к другим людям И запретить им что-то делать Не давать им что-то, потому что вам кажется Что это неправильно, да, Владислав За большим российским кораблем В бан Покеда, так, ну вот это мы уже выяснили Что, бот, я даже не буду читать Что он тут пишет Петр Первый Не понимает, почему вы считаете его территорию Отдельной страной, осуждает вас Не знаю, за счет чего этот комментарий Ушел Так Россия тут как нацист, бомбит города В 4 утра, как в 41 году Уничтожает больницы, роддомы, прошу отвечать На мои комментарии, аргументированно, а не фразами Кажется, креститься Ну тут, наверное, за слово нацист Убрали Так Забавно служить подобные заключения от человека Который бросил свою страну и бежал в Штаты Что же вы не стали менять ситуацию в свое время А выбрали бегство Об этом у меня целое видео есть Об иммиграции в США Я не знаю, давайте я в описании И в прикрепленный комментарий Ссылку на это видео Там я полчаса объясняю, почему я сбежал Это видео было записано еще в 2018 году, что ли Ваши призывы о гражданском долге Несколько расходятся с вашими действиями Странно, что за прошедшие 8 лет Вашу нежную Опять 8 лет Вашу нежную душу не затронули жертвы В Ираке, Сирии, Ливии, Косово, Донбассе Про Донбасс, опять же, миллион раз я говорил Про Ливию, на самом деле, я тоже писал В ЖЖ еще Потому что еще не было Ютуба Это, по-моему, какой? 2011, что ли, год или 10 У нас просто знакомая там Жила в Ливии Вышла замуж за Ливизой И как раз вот это все переживала Так что Они просто требуют Вот понимаете, вот это Когда они на что-то вот это Пишут Они требуют, чтобы мы оправдывались вот за это Потому что они не хотят оправдываться за Украину Я не знаю, почему я должен оправдываться за Косово, за Ливию Я вот, например, их не бомбил Я, наверное, должен постоянно говорить, что США тут не правы Но это отвлечение Это Они заставляют нас Говорить не о нынешних проблемах Которые они создали А о чем-то уже Что было И то, что не относится вот к этому Событию Кровавых военных конфликтов с участием НАТО хватало От человека, который судит о происходящем Опираясь на американские СМИ И вообще Я американские СМИ очень редко читаю Конечно, самые честные и незацензуренные СМИ в мире Ну да Я не знаю, как в мире Я не думаю, что они в мире самые незацензуренные Но чем больше Чем больше владельцев у разных СМИ Тем больше точек зрения Вы потребляете в России всего лишь одну точку зрения И все Все остальные точки зрения запрещены В Америке точек зрения немерено И, например, по тем же войнам в Ираке, Сирии, Косово Ну, Ливию, кстати, Франция бомбила, а не США Ираке, Сирии, Косово Были митинги антивоенные в США И, прикиньте, их участников не сажали Почему? Почему в России, тогда объясните мне Почему в России сажают за участие В антивоенных митингах Высказать свою позицию Одно, призывать людей к чему-либо Совсем другое А какого хера я не могу призывать людей? Иди ты в жопу, блин Вот почему они приходят, меня затыкают? Почему эти люди затыкают мне рот? Я вот им не запрещаю себя там что-то писать Делать Почему он приходит ко мне И запрещает мне что-то говорить? Вы не знаете? Они, так я знаю, потому что они потом приходят в Украину И убивают за то, что с ними не соглашаются То есть это война за то, чтобы заткнуть рот всем Все, кто говорит, что русские херню делают Им надо заткнуть рот Всех убить Русские марши и в РФ регулярную То, что страна по-своему-то вывещает на том языке Но это, видимо, проукраинский какой-то Я не знаю, если он тут не оскорбляет никого То я Но он хуй войне Войне хуй можно говорить, я считаю Это нормальный комментарий Леша играет Охуенная позиция Ирак, Циран А, блядь Опять Так, господи, что такое? Ой, я одобрил случайно Черт Черт Я Не У меня Называется Леша Банит А я случайно одобрил комментарий Блин Ребят, не отписывайтесь только Из-за этого от меня Пожалуйста Я случайно Так Отсутствие поэтому успешного Татаризма не может быть в принтере Вот это спам Я не знаю Вот спам Это значит, что люди сами Вот тут как бы пожаловаться Отвечают, что спам Что тут спамного в этом комментарии? Фиг знает Разрешу Понял, спасибо Спам Хрен знает Что такое Но это, правда, не относится Так Не этот комментарий А вот этот на проверке Да-да Сербы колдунов на свои земли пустили А украинцы и американцев Именно поэтому США и НАДО Сейчас активно сражаются Плечом к плечу с украинцами Нормальный комментарий Ну, опять же, спам Это ходят кремлеботы Отмечают Они же не могут удалить Комментарии Отмечают комментарии Как спамы Так называемые Национальные батальоны Типа Айзова и Айдара С нацистской символикой И идеями По гугле Ну Я понимаю, что это Про российский Но Почему нет Кто Все желающие Могут погуглить С символикой Сейчас Самая главная Нацистская символика Это буква З Так что Что там будут гуглить Про Айзофа и Айдар Главные Это нацисты С буквой З Ходят Ты не понимаешь Это другое Алексей живет в США И платит налоги Как добропорядочный Американец Часть которых идет На дужной армии Несущей демократию В нашей третисортной Эмирке Это к тому Что Я не хочу Какие-либо Российские сервисы Сейчас использовать Потому что Деньги Проходящие Через них Идут Пойдут В налоги Как Налоговые Отчисления Ну Прибыль Оттуда Пойдет Как налоговое Отчисление России Соответственно На войну С Украиной Я так считаю А вот Чувак говорит Что Оплатить Налоги В США Нормально Потому что Несет демократию В третисортной Эмирке Нормально платить Потому что Здесь я вижу Куда идут деньги Как они идут деньги И могу на это влиять Правда Понятно Я сейчас еще не могу Влиять Я еще не гражданин США Но я Налоговые Поступления Транспарентные Куда они Прозрачные Куда они Тратятся Тоже Всем видно И я могу Это проконтролировать Контролировать Я могу Через выбирание Своих представителей Там На многочисленных Выборах Которые проходят В США В России Ты не можешь Изменить Ничего Поэтому я Хотя бы Могу Попытаться Сделать так Чтобы мои деньги Не шли Этим Мудакам Которые Эту всю фигню Развязали Ну я Одобрю этот Комментарий В принципе Че тут Так Сейчас Все Зависит От политики Не знаю Почему Это спамом Стало Мужик Мне хочется Уточнить Если на черном рынке Доллар 200-300 рублей То почему Тогда все Не покупают Их у банков И не придают На черном рынке Чувак Чувак Вообще Не понимает Почему Появляются Черные То есть Ему Наверное Где-то Написали Что Чувак У тебя Сейчас В России Доллар На черном рынке 200-300 рублей А чувак Пишет Что Ну и Наверное Какой сейчас Официальный курс Наверное Типа Купить Доллар Типа Не знаю 112 Рублей Или сколько Там 130 Я Точно Не уверен Так вот Черный рынок Появляется Тогда Когда ты В банке Не можешь Купить Доллары В принципе Тогда и Появляется Черный рынок А у чувака В голове Что он может Пойти в банк Купить их За 130 И продать За 300 Почему так Все не делают То есть Человек Реально Задает вопрос Ну Судя по всему Это кремлебот Опять же То есть Эти все вопросы Задаются для того Чтобы Человека Вызвать сомнения Но тут Такая Просто Простецкая Логика Что ну Очевидно Что в банке Не продаются Доллары Поэтому И появился Черный рынок Если бы В банках Продавались Доллары То Черного рынка Бы и не было Так Теперь Потенциально Недопустимые Ты Ты как Был Гнидой Так И останешься Больше Все Виноваты Не пропагандисты А именно Терпилы Своим Молчанием И платить Придется Еще Трем Поколениям Как Минимум Но Этот Типа Анти Кремлевский Равн Явно Чувак Но Оскорбление Я тоже Баню Просто Потому Что Вот Я из России Я эту Ибанатскую Войну Не поддерживаю Те кто Поддерживаю Считаю Конченными Дебилами Слава Украине Тоже Покеда Я понимаю Что Хочется Ругаться Хочется Ругаться Выйти на улицу Парите Но приходить В комментарии И оскорблять Людей С противоположным Мнением Вот так вот Вы этим Ничего не добьетесь Вы только Умножите Ненависть Только Умножите Ненависть Поэтому Вот эти Оскорбления С любых Сторон Я просто Сама Мать Тереза Была еще Той Двуличной Не Пожалуй Нет Бан Когда Человек Отрицает Очевидную Реальность Военного Вторжения Одной Страны В другую Говорит Что Это Человек Идиот Алексей Сорян Тоже Так Сейчас Проверим Реально Левушли Камера Нет Еще Не все Так Почему Украина За 8 Лет Не выполнила Свою часть Минских Соглашений Которые К слову Не Предусматривали Никаких Западных Миротворцев Ну Потому что Видимо Невыгодные Были Эти соглашения Смотрите Если вас Не устраивает Как Украина Действовала Подавайте Международные Эти Всякие Структуры Которые Имеются Пишите Пишите Проводите Украина Последовательно Понимаете Вот это Не выполняет Давайте Сделайте Что-нибудь Обращайтесь Россия Этого Ни фига Не делала А я Напомню Что Украина Несколько раз Обращалась В ООН Обведение Миротворцев Хорошо Если соглашение Не предусматривает Никаких Миротворцев Почему Их нельзя Сделать Почему Нельзя Дополизия Подписать Чтобы Были Миротворцы 11 раз Украина Обращалась В ООН С просьбой Ввести Миротворцев ООН В ДНР И ЛНР Угадайте Какая Одна страна Блокировала Принятие Этого решения Угадайте Эритрия Нет Ну давайте Соломоновые острова Нет Россия Только Россия Была против Введения ООН Миротворцев В ДНР И ЛНР Почему Потому что Минские соглашения Это не предусматривают Так заключите Новые соглашения В чем проблема Ну я оставлю Комментарий Фиг с ним Ура Нормальный человек Я за твой комментарий Увы Отписка от канала Тоже мне здравомыслящий человек Ну опять же Не отписался Чего-то Ну ладно Оставлю Не вижу здесь Причин Честно говоря Банить О Слушайте Я уже 42 минуты Это тренджу Ну может пока Оставить Давайте я обновлю Страничку Может пока Хватит Вам хватит Уже этого Что я тут Натрындел Еще какие-то Есть потенциально Неприемлемые Ого господи Читаю Дегенератов СРФ И просто Диоды Я даже не хочу Дальше читать Дегенератов СРФ Даже не хочу Просто Так ты Дебил Если поддерживаешь Убийство Людей Ну Знаете Тут я Соглашусь Потому что Убийство Людей Для меня Это просто Придерживая Убийство Людей Это Просто Красная Черта Если человек Поддерживает Убийство То Дед Уверен Что она Его страна Сейчас Гегемон Касаемо Крымской Войны Наверное Вот Вот это В общем История К сожалению Цикличная Сука Наверное За суку Убрали Комментарий Так Тут явно За Ссылку Ну Тут Я вижу Что человек Нормально Вроде Высказывается Так что Пропущу Тем более Ссылка на Википедию Реформа Русской Орфографии 18-го Года Я не знаю Каким образом Они дошли До Обсуждения Этого Так Неужели На проверке Больше Нету Тогда Давайте Я перейду К этому Видео Посмотрю Чисто Популярные Комментарии Потому что Там могло Быть еще И Так Сортировать Не новые А Популярные То есть Могло быть Просто Вот здесь Еще Комментарий Которые Прошли Нормально Но тем не менее Они идиотскими Могут быть А почему Как это проверяется Много лайков Идет И они скорее всего Само Но я Их на самом деле Прямо следить В реальном времени Потому что Вот появляется Комментарий Сразу много Лайков У него Это значит Что кремлеботы Работают Конечно Я не могу Тут Ежедневно Сидеть Посмотреть Посмотрел Как раз Читателю Его образ Что Мне доверять Нельзя Вот для этого Это делается Веришь В вирус Для русских Нет Не верю Тогда Зачем Ты вообще Вот это Написал Потом Следом Хихикаешь Про вирус Против Русскоязычных Но это Бан Ребята Леша Банит Леша Кстати У него На аватарке Польский Польский Герб Был Если кто Не узнал Монетизации В русском Ютьюбе Нет Не потому Что Гугл Такой Хороший И не хочет Платить Налоги Кроваевой России А потому Что РКН До суда Заблокировал Гугл Гугл Эдс Сервис Из-за рекламы Украинской Позиции Через Гугл Эдс В том числе И на Ютьюбе Рекламы В руссегменте Гугла Нет В смысле Сам Гугл Убрал Как Как вы Можете Заблокировать Рекламу Не блокируя Сам Гугл Это Что-то Илья Осипов Херню Несет Да Одна Из причин Почему Это сделал Гугл Потому что В России Украинцы Очень хорошо Сориентировались И просто Начали На Россию Пускать Рекламу В которые Показывают Как бомбят Украинские Города Очень Классная Идея Кстати Вообще В этой войне Очевидно Насколько Более Талантливы Украинцы Участвующие Во всем Этом Ну просто Не потому что Русские Не талантливые Просто Талантливые Русские В этой херне Не участвуют Вот и все Все Талантливые Россияне Либо Поразъезжались Либо сидят Тихонечко Чтобы Вот В этом Говне Не участвовать Вообще Никакой Капиталист Никогда Не откажется От прибыли Леша Карл Марк 19 век Понятно Пришли Адепты Капитала Я не знаю У меня такое Я вот Начинаю Все больше Почему-то Коммунистов Современных Ненавидеть Потому что Они какие-то Реально Людоеды Они не хотят Признавать Что умирают Люди Для них Это все Война За деньги То есть То что Там убивают Украинцев Мне кажется Коммунистам Вообще Насрать Я уверен Что меня Многие Смотрят Но По ощущениям Они Просто Вот знаете Смотрят на это Со стороны И радуются Что Типа Капиталисты Друг друга Убивают Вообще Конченые Что ли Ребят Как это Так Ну ладно Он тут Что-то написал Ладно Это Фиг с ним Человек Заблуждается Я думаю Тем более Такое Написал Так Так Мне приятно Смотреть Как Леша играет Но я зашел Сюда Посмотреть Игру Мысли О игре Я не хочу Слушать Про войну На канале Про игру То есть У меня У меня Видео Называется Будущее Канала Леша Играет Как я могу Говорить о его Будущем Не говоря О войне На Украине Ведь это Просто Прямая Зависимость От того Что происходит Просто Я Ну Я сначала Удивлялась Удивлялся А теперь Меня просто Это так Веселит Как Русские Всеми Ногами Просто Вот Закрывают Уши Глаза Двери В какой-то Кокон Садятся Только Чтобы Не говорили Ничего О войне Просто Заткнитесь Заткнитесь Они орут Всем вокруг Почему нельзя Размещать Видео Вконтакте И получать Деньги За рекламу Потому что Вконтакте Российский Ресурс Размещая Там Видео Я Получается Потом Вконтакте Платит Налоги С размещенной Рекламы На моих Видео И они Идут На войну В Украине Смотрел И был подписан Но после Скатывания В политику И срач Больше не смотрю Канал Стал мусором И умер Это позиция Многих зрителей Можете банить Это ваш уровень Дискуссии Вот это Мне нравится Что Человек пишет И Позиция Многих зрителей Его выбрали Где-то Есть Во многих Городах России Сборище Моих зрителей Они там Отдельно Собираются Кучками Выбирают Своего представителя Вот Рэддон Представитель Этих зрителей И он Высказывает Свою позицию И один лайк Стоит Такой Знаете Один лайк Сам Рэддон Все Лайкнул Говорит Срач Больше не смотри После скатывания В политику Господи Скатывания В политику Как С каким бы я Большим удовольствием Не обсуждал Эту ебнутую Войну Господи Кому Все бы Сейчас Ее не обсуждали Забыли бы Как стран Страшный сон И странный сон Но это Невозможно Сейчас не делать Это просто Это наша жизнь Которая влияет На жизнь всех нас Нет Скатывания В политику Я не знаю Где они живут Все Что у них Все нормально Как бы мне Туда Добавить Ну он Ладно Он попросил Забанить А как бы Человек Если человек просит То надо выполнять Я так считаю Тем более Леша банит У нас Называется Эх жаль Что столь Узкие взгляды Тебя поглотили Надеялся Что несмотря На происходящее Останешься В стороне От политических Распирий Ты говоришь Про сервисы Про налоги Что идут На войну Так и не только Они идут С целью вооружения Как же Что блин Почему Слушай Человек пишет Ну ты же пишешь Ты же можешь Перечитать Потом свое сообщение Почему нельзя Так написать Чтобы было понятно Он наверное Имеет ввиду Что типа Те деньги Которые в налоге Они не только На вооружение Коммунитар То есть Мы как бы И Бомбы Делаем За твои деньги Которыми Украинцев Убиваем Но еще и Этот Вафельки Купим им Тех кто Выживут Вот им еще и Вафельки Пойдут Так что ты зря Мы не только Убиваем Но и Гуманитар Видимо Это имеется Ввиду А если Сервис Платит Налоги Западу То Запад Не спонсирует Войну Высылая оружие Конечно Спонсирует Так я За то Чтобы Запад Победил Это что Непонятно Еще что ли Как Это еще Смотрите Чтобы война Закончилась России Достаточно Из Украины Выйти Если бы Вот если Реально Вы говорите Что на Россию Напали Если бы На Россию Напали Я все бы То же самое Что я сейчас Сделаю Делал бы За Россию Понимаете Не ну вам Непонятно Вам конечно Это непонятно Вам это непонятно Это другое Ну да Слушайте Народ Они вот реально Они себе нашли Вот этот А это другое Ну да Это другое То есть Они Они уже даже Не утруждают Себя Объяснением Разницы Какой то У них просто Вот Как то Похожая Ситуация И до них Это просто Идентичная Херня Даже не пытаются Разбираться Вообще То есть Вот это Нет Это другое Это вот У них уже Оправдание Для того Чтобы не Разбираться Ни в чем А геноцид В сторону Донбасса Только потому Что Теближе К России Что Что ты Хочешь Сказать У меня Есть друзья И знакомые Которым пришлось Покинуть дом Просто потому Что дома Уже не было Почему Лицемерные Контент Мейкеры Не могут Просто делать Контент Зрителей Вы как Слепые Котята Слышите Но не То есть У меня Вот это Он к чему Сказал И у меня Есть знакомые Я думаю Что у Многие Сейчас Зрители Есть Которые Покинули Дома Вообще У которых Убили Уже Друзей Или Родственников Почему Лицемерные Контент Мейкеры Не могут Просто делать Контент Для своих Зрителей Я делаю Для своих Зрителей Контент Почему Ты решил Что ты представляешь Всех моих Зрителей Ты Маленькая Часть Моих Зрителей И с этой Частью Я с радостью Расстанусь Прекратим Не затыкать Рот Вы Как слепые Котята Слышите Но не Видите Да и Слышите То что Вы считаете Нужным Грустно Это Удачи Тебе И твоим Подписчикам Спасибо Что не Молчал Когда люди Умирали На Украине 8 лет А Ой Это опять Отсылка К Донбассу Это вообще Поразительно Я не знаю Как так вот Получилось Пройти 8 лет На Донбассе Я Прекрасно Помню Что тогда Было 8 лет Я и про Крым Говорил Что это Россия Отжала Крым Что он должен Быть украинским И про Донбасс Говорил Что это все Россия Я все это говорил Все это делал Писал Говорил Где угодно Но Блин Где вы были 8 лет Чувак Приходит Где вы были Где вы были Вот эти люди Которые вот это пишут Где вы были 8 лет Охренеть А Ну это бан Да Несомненно Да Наверное Надо закончить 55 минут Я сижу Вот это Рассказываю Надо было Возможно Это можно было И стримом Сделать Конечно С другой стороны О Алексей В истинном Духе Либеральной Демократии Решил разделить Своих зрителей И избавиться От тех Кто не согласен С его мнением А как же Первая поправка К конституции Твоих Любимых США Ребята Мы можем Обсуждать Вот Действительно Вещи Которые Ну не имеют Одного Правильного Решения Можем обсуждать Политические Взгляды Либерализм Коммунизм Правоцентризм Левоцентризм Социализм Какие-то вещи Потому что Взгляды Разные У людей Можно обсуждать Каким цветом Покрасить Забор Можно обсуждать Но есть Вещи В человечестве Которые Конкретно Добро И зло Тут обсуждать Нечего Тут нету Нету Неоднозначности Которые вы так Пытаетесь Сказать Убивать людей Плохо Убивать Соседей Плохо И Прикрываться Еще И Лозунгами Которые Никто в мире Не понимает Никто Нас поддерживает Плохо Это все Плохо Поэтому Я и не хочу Я не хочу Делать Контент Для людей Которые поддерживают Эту войну И поддерживают Убийство Людей Этого убийства Бы не было Если бы Россия Не напала На Украину Почему Я должен Радоваться Что меня Такие люди Смотрят Я просто Не хочу Для них Что-либо Делать Я им Не рад Так что В чем тут Либеральная Демократия Тут например В США Ты заходишь И висят Таблички Мы Мы имеем Право Отказать Любому В оказании Услуги Пожалуйста Это Право Вот этого Собственника Этого бизнеса Например Почему он Обязан Оказывать Услугу Вам Если вы Говно А что Ему Ответили Называется Парадокс Поппера Любая Толерантная Система Не должна Быть терпимой К нетолерантной Иначе Вторая Задавит Первую Демократическая Система Не должна Быть терпимой К агрессору Это Приводит Приводит К тому Что Сейчас Происходит Когда Спятивший Агрессивных Дедушка Украинофоб Терроризирует Весь мир Ядерным Оружением Ну кстати Хороший Ответ Между прочим Кто Представляет Какая система Толерантная Какая Нет Та Которая Толерантная Чувак То есть Он даже Не понимает То есть У него Толерантная Это просто Что-то Там Типа Либерахи Толеросня Вот это Вот Он даже Не понимает Что эти слова Означают Что это Означает Быть Толерантным То есть Ты Относишься К Людям Не как К врагам Сразу Не потому Что Украина Хочет Демократическим Путем И не дружит С Россией Значит Их надо Убить Вот это Назовется Нетолерантное Отношение Токсичное Господи Кто Определяет Какая Система Толерантная Какая Нет Охренеть Просто Просто Какой-то Свой мир Ладно Не будем Его банить А то Он решит Что я Не Толерант Я не знаю Господи Фраза Про Беларусь И оккупированное Государство Показывает Всю Суть Леши 11 минута Так что Думайте Сами Слушай Они Они Вообще Не утруждают Вся суть Ну там Наверное Фраза была То что Беларусь Оккупирована Этими Милиционерами Силовиками И Россией Видимо Эта фраза Показывает Всю мою суть Какая Суть Ну напиши Ты хотя бы Виталик Васильев Ну И дальше Думайте Думайте Сами Рыба Это Печенье А дальше Думайте Сами Я Вчера Ходил Смотрел На луну И немножко Сикнул А дальше Думайте Сами Я блин не понимаю Как Ну вот Что это Это знаете Вот его банить Это вот реально Как у Юродивого Все Я уже Кушать зову То есть Это вот Просто ты когда Идешь мимо Юродивого На паперте Давно Я их не видел Ты же можешь Пройти мимо Просто Да И он может Тебе кричать Про кровавых Мальчиков Богородица Молиться За Убийцу Младенцев Не велит Все это Может быть Ты просто Проходишь Мимо Но тут же Они к тебе Это знаете Я сижу дома И ко мне Просто в дверь Лезут эти Юродивые И Ааа 8 Где ты 8 лет Был А Югославию Бомбили Урусофоб Господи Господи Ну Еще раз повторю Это все делается Для того чтобы Вам в голову Внести Сомнения Вообще Вообще На самом деле Во многом Это Нормальное Человеческое состояние Постоянно Критически Это критическое мышление Сомнения Сомнения Ведут К критическому мышлению Ты Все факты Подвергаешь Сомнению И критически Осмысляя их Приходишь К какому-то выводу Но чтобы еще Критические мысли У тебя должны быть Данные Большая широта Ой широта Большой спектр Данных У тебя Много должно быть Какой-то информации Такой Желательно И тогда ты Благодаря Сомнениям Через критическое Мышление Приходишь К выводу Который Более Полно И точно Описывает Окружающий Тебя Мир Если у нас Разные взгляды На вещи Значит мы не можем Дружить Нет Конечно Можем Только Если вы Не приходите Не пытаетесь Меня заткнуть Судя Позвученные Незрелые позиции Алексея Он так и думает Ну Степан Вот Степан Уходит в бан Незрелая Незрелый Алексей Я уже Благодаря тому Что я молодо Выгляжу Мне еще приходят И рассказывают Какой я Этот Молокосос Тут еще В политике Я напоминаю Что мне 39 лет Так Если кто Вдруг Не в курсе Ладно На этом закончу Все Час на трендел Я честно говоря Думал что это видео На 20 минут будет Ребята Сорян Но будет вам Что посмотреть Тогда я думаю Получилось Весело И думаю Это не последнее Подобное Леша банит На этом все Спасибо что смотрели Ваши впечатления В комментариях И конечно Подписывайтесь На мой этот канал Всем пока